Здравствуйте! Столичные подробности. Готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным в студии Юлия Зыкова. Не очень приятный сюрприз ожидал минчан в подземке сегодня утром. Метрополитен работал по воскресному графику и поезда ходили с интервалом в 5-6 минут. На станциях скопилось много людей. Пустить составы по расписанию выходного дня решили, потому что пассажиропоток ожидался небольшим, так как часть крупных предприятий сегодня не работает. Однако после возникшей ситуации Минтранс оперативно среагировал на просьбы трудящихся и уже вечером интервал движения составов сократился вдвое. А завтра столичная подземка будет трудиться по графику буднего дня. Изменения, внесенные в работу наземного общественного транспорта. Завтра, 4 января, Минский метрополитен будет работать по графику рабочих дней в обычном режиме. И специалисты метрополитена уже предприняли все условия для комфортных перевозок пассажиров. Часы наибольшего пассажиропотока у нас размеры движения минимальны. Днем они увеличиваются. И на вечерний пик они опять снижаются до минимального. 5, 6 и 7 января метрополитен будет работать по графику воскресных дней, как в обычное воскресенье. А дальше уже начиная с 8 будет опять рабочий день по графику рабочих дней. Ловушка на улице Каховская. Детский праздник в парке имени Павлова и обновленный облик улицы Богдана Хмельницкого. Интересные подробности этого дня не упустила наш дежурный по городу Анастасия Винчо. Конспирация на высшем уровне. Замаскированная глубокая яма поджидает местных жителей на улице Каховской. Незаметно для горожан эта впадина затаилась прямо возле кинотеатра Киев. Выбоина ничем не ограждена, тем и опасна. В первую очередь яма на оживленной улице волнует прохожих, ведь споткнуться здесь совсем нетрудно. Яма здесь не огорожена и каждое утро еду приходится обходить, чтобы не споткнуться и не упасть, сломать себе ногу. Споткнуться, естественно, можно, потому что вечером темнеет рано очень и дети тут постоянно все играют. Тут место для игр. Несколько недель назад здесь меняли трубы. Перед самым Новым годом поврежденный участок привели в порядок. На место положили тротуарную плитку. Однако из-за влажной погоды покрытие просело. Символично рядом лежит и гора песка. Мол, кого волнует, засыпайте сами. Сегодня праздник у ребят. В парке имени Павлова детям дарят новогоднее настроение. Маленькие минчане водили праздничный хоровод вокруг новогодней елки. Вместе со Снегурочкой танцевали маленьких утят под гармошку. Внучка Дедушки Мороза со своими помощниками рассказывали сказки и пели веселые песни. Дети с большим удовольствием принимали участие в различных играх и конкурсах. Тянем кара, вот вокруг елки. Мы тут играем в игры и танцуем. Ну, интересно. На финишной прямой улица Богдана Хмельницкого совсем скоро предстанет в обновленном виде. Настоящим подарком для автомобилистов к Новому году стало завершение реконструкции центральной улицы. Движение открыли, дорогу уже начали восстанавливать. Весне обещают полностью завершить ремонт. А ведь еще несколько месяцев назад здесь все было перекопано. Меняли большой участок теплотрассы. Хоть движение и не было полностью перекрыто, работы доставляли большие неудобства. Я видел, что теплотрассу меняли в любом случае. Ее-то менять надо, ремонтировать. Раз меняли, значит, наверное, изношено. Вот поэтому. Я думаю, что удобнее. Ваше видео, факты и звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт tv.by в разделе форум. Звоните по телефону горячей линии единица 600-700. И помните, нам важны подробности. Яркими фейерверками, поздравлениями и гуляниями минчане встретили первые дни нового 2014 года. По традиции, больше всего горожан собралось возле дворца спорта. Здесь можно было не только потанцевать, но и покататься на коньках. Почти до рассвета в новогоднюю ночь не затихала музыка и на других площадках столицы. Выступления творческих коллективов возле чижовка-арены и национальной библиотеки подогревали праздничное настроение горожан. И все же главным событием этой ночи стал праздничный фейерверк. Красочное шоу из более чем тысячи разноцветных огней. Раскрасили небо над Минском. Продолжили гуляние минчане и в выходные 1 и 2 января. Наиболее массовые места пребывания минчан и гостей столицы отмечены на площадке возле дворца спорта и на чижовке-арене. У нас эта площадка впервые в городе Минске. И она уже, мы можем смело говорить, она полюбилась минчанам. На этой площадке в новогоднюю ночь было до 5 тысяч минчан. Подари улыбку детям. По таким девизам прошел еще один день республиканской акции «Наши дети». Сегодня новогоднее поздравление принимали воспитанники Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации номер 2. Там занимается более полусотни детей с тяжелыми нарушениями психофизического развития в возрасте от 3 до 18 лет. В гости к ребятам с подарками и сюрпризами пришла депутат Минкросовета Татьяна Берестевич. Дети, они всегда хотят видеть праздник и видеть в нас свою надежду. Потому что мы в детях видим тоже надежду будущего. Это наши дети. Это не только дети своих родителей. Это дети нашего государства. Дети нашего общества. Поэтому я считаю, что это долг человека быть рядом с детьми. Работники Центра подготовили для ребят яркое новогоднее представление. После утренника все дети получили сладкие подарки. Главным сюрпризом стало выступление веселого клоуна с воздушными шарами и мыльными пузырями. Дети очень благодарны народу. И наши дети особенно благодарны за такие акции. Потому что сегодня каждый ребенок мечтает о подарке. А самое главное для детей это праздник. Подарок клоун это праздник. Подарок, просто подарок внимания посторонних людей. Это тоже для наших детей праздник. Минск расширяет границы. Еще шесть микрорайонов появятся в Лошадьце. Поселиться там смогут 32 тысячи человек. Улица Игуменский тракт, Янки-Лучины и Прушинских уже начали обрастать зданиями. Например, недавно сданы три первых дома в Лошадьце-9. Они расположены буквой П. Новое сооружение там будут также строить в форме букв и геометрических фигур. А в центре застройки разместятся школы и детские сады. Пока же часть территории будущего микрорайона занята усадьбами. На атмосферном фронте без перемен. Зима по-прежнему не торопится в столицу, а Рождество и вовсе пройдет под шум дождя. Подробности узнаем у главного специалиста по метеопрогнозам Дмитрия Рябова. Очень теплая погода, которая становилась у нас в последние дни, теплая не по сезону. К сожалению, сохранится у нас и в первые выходные нового года. В субботу ожидается ночь без существенных осадков. В днем небольшие осадки, в виде мокрого снега и дождя. Также слабый туман, головет и местами на другой голове. Лица температура воздуха ночью минус один плюс один и днем плюс два. В воскресенье также будет по-прежнему тепло. Температура воздуха ночью прогнозируется минус один минус три. И днем плюс один, плюс три градуса. Ожидается небольшие осадки, в виде мокрого снега, дождя, слабый туман. К сожалению, на Рождество сохранится такая теплая погода. Временами ожидаются осадки в основном виде дождя, также слабый туман и гололед. А температура воздуха днем составит плюс один, плюс три. И ночью около нуля градусов. Несмотря на такую вот сырую и совсем не зимнюю погоду, желаю всем хорошего, позитивного настроения. С праздником, удачи и берегите себя. Праздничное послевкусие. Как минчане встретили новый 2014 год, наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. Новый год встретились с семьей, дома, все отлично, весело. Выходные закончились уже, работаем. Первая в ночь мы на елке были, на Октябрьской, а потом мы знакомились с гором, мы приезжие. Дома с семьей, с девушкой любимой, ходили на улице, гуляли. Я заболела как раз перед Новым годом, поэтому пришлось лечиться дома. Только семейный праздник, дома с сыном, с невестой, с внучкой. А выходные, у меня каждый день выходные, с внучкой ходим в кино, в театр, просто гуляем. Сходил на солёд, да, красивый был солёд. С друзьями отдыхал. Мы своей компанией великолепно отметили возле Ледового дворца праздник. Шикарный фейерверк, прекрасное настроение. Но начало шикарное. Пусть такой год будет всегда. На этом у меня всё в студии новостей, которая всегда рядом работала Юлия Зыкова. Всего доброго и с наступающими праздниками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова